Культ силы есть слабость культуры. Мы не говорим о человеческой физиологии, мы ставим на искусство. Меня зовут Юлия Матвеева. На ваших экранах программа Культ Туризм. Новость года. Куряне на сцене малого театра, причем на основной сцене. В честь своего 220-летия областной драматический театр отправился на гастроли в Москву и захватил с собой нашу съемочную группу. Первый материал программы расскажет, как столичные зрители принимали курскую хануму. Санкт-Петербург, Архангельск, Нальчик, Владикавказ, Вильнюс, десятки городов России и ближнего зарубежья. И, наконец, московские гастроли. Вот она, афиша-афиш, кричит о курянах на всю театральную площадь. Шесть спектаклей, шесть вечеров с искушенным столичным зрителем. То ли награда, то ли испытание. Конечно, награда. Вступить на сцену, где играют Быстрицкая, Соломин, Муравьева, где в прошлом выступали легенды русского реалистического театра «Нечта каждого актера». Прежде всего, большая ответственность. Это, прежде всего, отношение к тому, что это все-таки театр с историей, с большой, с великой историей. Здесь были очень великие актеры на сцене. И вот вступить на эту сцену – большая честь. Гримерные знаменитости и на целую неделю арендовали курские актеры. Здесь они готовятся к спектаклям и, конечно, жутко нервничают. В качестве успокоительного – мудрые слова главного режиссера. Ничего не надо стараться. Когда человек старается, он начинает наигрывать, выдавать больше, чем он может. Ничего не надо. Надо делать, как мы делаем. Уж какие мы есть, такие мы есть. Сцена Малого доступна далеко не всем провинциальным трупам. И все же курян здесь ждали. И театр роднит богатейшая история и имя Михаила Семеновича Щепкина. На самом деле на нашей сцене не бывает случайных театров. И если театр попадает к нам, и особенно на основную сцену, то это театр, естественно, с традицией. Начали куряни с ханумы – яркого музыкального спектакля. Превосходные декорации, живой звук, восточный колорит, остроумные шутки и, конечно, добротная актерская игра. Удивили даже искушенных москвичей. Так актеры с такой самоотдачей играют. Так весело, так зажигательно. Не могу видеть кого-то одного. Вот мне лично все понравились. Очень хорошие впечатления. Я бы с удовольствием еще раз посмотрела этот спектакль. История о том, как в погоне за титулом и преданным люди находят счастье. В главной роли, как и много лет назад, курская прима Лариса Соколова. Ты мужчина! Стояние! Слава! Ну, конечно, мы все очень волновались, потому что в первый раз на такой знаменитой сцене и зритель совсем другой. Мы привыкли к нашему доброжелательному курскому зрителю. Ну, я так понимаю, что мы понравились и московскому зрителю. В зале ни одного свободного места. Это неудивительно. Уже много лет Хануму не ставил ни один столичный театр. Зритель соскучился. Сегодня в Москве нет спектакля Ханума. Вот. И такой масштабный проект, какой привезли сегодня куряне, это действительно проект, который как раз в формате сцены малого театра и в формате масштабов малого театра. И он действительно будет большим праздником для москвичей. Вот он, практически полный состав курского драматического на основной сцене малого театра. Пьют вино за здоровье Ханумы. А может, за удачную премьеру? Улыбки, овации, цветы и полный зал. Без сомнения, эти гастроли станут лучшим подарком курскому театру к ювелиею. Пока куряне гастролировали в Москве, столичные артисты знакомились с нашим городом. В Курске появилось представительство Госфильма Фонда России. Оно открылось на базе киноцентра духовной культуры имени Щепкина. Теперь горожане смогут смотреть шедевры отечественного кинематографа на большом экране. Презентацию посетил народный артист России Алексей Петренко и рассказал, за что он любит Курск. Есть индейское поверье, что человек, который не свои корни забывает, теряет силу. Для того, чтобы русскому человеку иметь силу, надо обязательно приехать в Курск и здесь побыть на этой земле. И тогда она даст себе силу. Алексей Петренко – человек, снявшийся более чем в ста легендарных кинолентах. Сам по себе легенда. Жестокий роман, Сузник замка Ив, 20 дней без войны, Сибирский цирюльник. Каждая его роль, каждое появление в кадре – настоящий подарок для зрителей. А уж личная встреча. Сам же Петренко утверждает, что это ему повезло. Сбылась мечта актера – посетить православный и плодородный Соловьиный край. Здесь наш советский великий писатель творил, Евгений Иванович Носов, почивший недавно. Здесь вообще земля героическая. Встреча с Алексеем Петренко стала возможной благодаря соглашению между Госфильмофондом и Центром духовной культуры имени Щепкина. Главная цель организации – пропаганда отечественного кино, а точнее киноклассики. Уже открыто несколько представительств в России и за рубежом. Мы будем были арендовать и строить кинотеатры, где будут показываться именно только российские. По примеру нашего кинотеатра, который расположен в городе Москве, в центре Москвы, это кинотеатр, известный всему миру, это кинотеатр «Иллюзион», где показываются только классики, именно те фильмы, которые заслуживают внимания. Кроме того, уже в ближайшее время Курск посетят такие мэтры отечественной киноиндустрии, как Леонид Куравлев и Зинаида Кириенко. И еще один приятный сюрприз в честь открытия представительства – церковные песнопения и народные мотивы. Впервые на сцене мужской вокальный ансамбль «Русичи». Это ребята, которые поют и в православных храмах, и в любительских храмах. Ну, чаще у нас есть капелла Курск, знаменитая, да, но из нее у нас один человек поет. В основном это православные певчие, которые имеют образование профессиональное. Чапаев, 41-й военно-полевой роман, «Тихий дон», тысячи других картин. Госфильмофонд называют библиотекой Ленина в кино. Его коллекция официально признана самой большой в мире. Теперь и куряне смогут еще раз посмотреть любимые фильмы. На большом экране. Курск заиграл новыми красками. И не только осенними. В нашем городе вновь прошел международный художественный пленэр. Уже второй. Десять мастеров из России, Украины и Белоруссии целую неделю работали на курских улицах. Что из этого получилось, мы расскажем вам прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин